Друзья, всем привет! Всем привет! Хочу сказать отдельное спасибо. А что у меня горизонт не выравнивается? Вот камера, молодец! Вере, которая написала сегодня комментарий с вопросом, как я снимаю свои влоги, как я веду канал, на что, монтаж, вот это вот все. И я решила записать видео на эту тему, потому что часто меня об этом спрашивали и спрашивают. И я как-то все планировала записать видео, но потом думаю, что я буду записывать, потому что у меня все просто, элементарно, все как у всех. Но я поняла, что часто бывают моменты, когда все просто для тебя, но для других людей это может быть где-то открытием, где-то вдохновением, поэтому лишним это не будет. И Вера спрашивала, как вообще я веду свой канал, она очень так приятно написала. Можете немножко рассказать, как и чем снимаете, монтируете, какие программы, оборудование, чтобы снимать все в таком прекрасном стиле, все очень органично и качественно просто. Все по пунктам расскажу. И вот ключевое слово просто мне очень понравилось, потому что я люблю максимально упрощать какие-то процессы, которые можно упрощать. И если можно где-то не тратить свое время, я стараюсь его не тратить. И руководствуясь вот этим вот правилом, я пришла к определенному процессу, к определенным вот этапам в работе над каналом, что позволяет мне в стабильном режиме снимать новые видео, загружать их, и процесс идет. Расскажу немного, что вообще у меня на канале. Так, у меня здесь, если я периодически падаю вниз лицом, знайте, что это сценарий. Да, когда я записываю разговорные видео, либо какие-то прям такие обучающие, подробные, типа мастер-классов словесных, то я всегда пишу сценарий, причем не прописываю его подробно, потому что если я распишу его очень подробно, все знания, все какие-то тонкости, нюансы, все будут на бумажке. Поэтому здесь только тезисно, например, что у меня за канал. Да, возвращаемся к каналу. У меня на канале несколько форматов видео. Все это, первое, конечно же, мои арт-влоги, про них расскажу, как процесс идет съемки и монтажа. Второе, это видео, подобные этому, Кате говорящая, голова я называю, где я могу либо болтать на какую-то тему, которая мне актуальна, либо какие-то обучающие видео полезные, типа как художнику вести Инстаграм. Классное, кстати, видео, мне постоянно прилетает сейчас комментарии, видимо, очень активно люди занялись своими соцсетями. Также у меня есть видео процесса рисования. Я очень люблю их выкладывать и всегда любила. Особенно люблю смотреть на свои, потому что ты на процесс там потратил час, а у тебя видео за 5 минут, и ты такой, какая красота, как это все быстро, просто и легко. Но поэтому, мне кажется, эти видео и эффектные, ты не сидишь вот так вот и не смотришь, хотя многим интересно и вживую посмотреть. Но вот я люблю такие ускоренные, потому что я, видите, такой своеобразный невротик, мне вот нужно быстро, быстро, быстро. В общем, у меня арт-влоги, говорящая голова, обучающие такие видео с говорящей головой и процесс рисования. Сразу хочу про процесс рисования рассказать, как я веду запись их. У меня для процессов рисования на бумаге, живыми материалами, есть специальный штатив. Я его обожаю, просто он у меня тут постоянно стоит. Смотрите, бардак, вот я как раз тут записывала уроки, все еще даже краски не закрыла. Это такой горизонтальный штатив, я заказывала его на Алиэкспрессе. Сейчас везде, мне кажется, можно купить его. Пришел в собранном виде, прекрасный, случайно порезала чехол, когда открывала. Ну, не беда, он у меня всегда тут практически стоит. Если надо, я его аккуратненько снимаю, ставлю на пол, либо на другой стол. Очень удобно, камера присоединяется с этим переходничком, он есть, и все супер. Также у меня есть кольцевая лампа, но про свет хочется тоже сказать отдельно, потому что свет очень важен. И давайте я их запишу, и про свет мы поговорим. В общем, видеопроцессы у меня снимаются вот так вот. И также у меня есть видео, уже правда давно не было, где я использую скрин видео с экрана. Я записываю прямо с компьютера, либо с планшета процесс, как я рисую, либо разбираю какие-то работы, делаю какие-то обзоры, такие типа а-ля вебинары. Делается это все при помощи обычного скрина видео на компьютере или айпаде. Это тоже очень удобный для меня формат, тоже упрощает мне жизнь. И, как я и говорила, я стараюсь максимально сделать все просто. Так, что еще про скрин видео сказала? Процессы рисования и арт-влоги. Да, арт-влоги, как я их снимаю? Я снимаю вот что есть. Я стараюсь все свои какие-то творческие процессы, либо не творческие, либо когда просто мне приспичат поговорить, фиксировать на камеру. И поэтому у меня все, наверное, в таком живом режиме. И еще из-за локации тоже, кстати, картинка может хорошо складываться, потому что, если мы, например, сделаем даже фотосъемку, серию работ в одном и том же месте, с одними аксессуарами, перемещая как-то объекты, либо добавляя какие-то, у нас в целом будут все картинки выглядеть из одной серии гармонично и хорошо, потому что они все в одной локации. Может быть, из-за того, что у меня есть студия моя, в которой я в основном снимаю, тоже все вот так вот и гармоничненько выглядит. Но понятно, что это не основная причина вот этого вот всего. Но как объединить видео, тоже расскажу чуть позже. Давайте сейчас я расскажу про технику, которая у меня есть и на что я снимаю. Я снимаю на цифровую камеру Canon G7X. Я ее очень обожаю. G7X Mark II. Да, по-моему, она Mark II. Вышла более новая модель, но что-то ее ругали. Эту я покупала 3 года назад или 4 и очень ей довольна. Сначала я начинала снимать на телефон. Качество, конечно же, хуже. И я поняла, что нужно больше места, и мне нужна камера. Просто я пришла к этому, и сейчас у меня прекрасная влоговая камера. Выбор был сделан достаточно быстро, потому что на тот момент было две камеры самые ходовые. Это Sony и вот как раз Canon. И на Соньку что-то ругались. А я такая, я люблю больше Canon, поэтому взяла Canon и не пожалела. Конечно же, у меня есть дополнительный аккумулятор, потому что без него бы процессы шли бы не так быстро, скажем так. И я бы очень бесилась, потому что батарея имеет свойство садиться. Тем более, когда ты записываешь много. Особенно уроки, и ты не можешь прерваться. А вот запасной аккумулятор позволяет постоянно продолжать работать и не прерывать съемку. Поэтому у меня с собой всегда камера и еще зарядник с дополнительным аккумулятором. Это вот must have. И, конечно же, еще про штативы. У меня, сколько штативов? Показала вам свой горизонтальный. Также у меня есть такая штатив-селфи-палка для камеры, на которой он стоит. Она потяжелее, чем основной. Вот у меня, например, есть классная селфи-палка-штатив, который вот именно как штатив используют для телефона. Это Xiaomi. Заказывала тоже на Алиэкспрессе давным-давно. Она мне очень нравится и по дизайну, и по материалу. Такая прям приятненькая. Я обычно использую ее, когда записываю, провожу прямые эфиры. И также для всяких конференц-колов через телефон. И если я сажусь скетчить, я тоже ставлю телефон на этот штатив. Это очень удобно. И все референсы передо мной, и это прям вот кайф. Ну вот то же самое, только чуть потяжелее у меня для фотоаппарата. И тоже, по-моему, я на Алике заказывала. Вот. Все-таки фотоаппарат потяжелее телефона, поэтому штатив здесь нужен поустойчивее. У меня есть еще один большой напольный штатив. Он остался у меня. Это вообще первый штатив, который я покупала. Но я ее практически не использую. Он очень громоздкий. Он выдерживает и подходит для зеркальной камеры, которая у меня вот дома есть. Надо уже ее продать, потому что я ее не пользуюсь, в принципе. Но когда ко мне приходят люди без штатива, им нужен штатив, они активно его используют. Так что пока он тут живет, со мной пусть будет. Мне не жалко. Также для съемки я использую, точнее давно использовала микрофон. Заказывала себе тоже, по-моему, на Алике такую петличку, которая подходит к телефону, к нужному разъему. Всегда уточняйте этот момент. Это, конечно, потрясающее качество звука, но мне нравится качество звука и здесь, на этой камере. Потому что я достаточно близко сижу. Если отходишь подальше, то уже не так слышно. И вот микрофон-петличку очень удобно использовать. Хотя вот я общалась с Викой, ей как раз звук не нравился на этой камере. И она начала снимать на телефон. И по поводу телефона хочется тоже высказаться. Если бы у меня был 13-й айфон, я бы тоже снимала, наверное, на него. Потому что там потрясающая картинка, потрясающее качество звука. Все отлично. И это всегда мобильно, всегда с тобой. Но мне это не так удобно. Потому что телефон у меня имеет столько всего, тут всякие заметки, что-то еще. Конечно, да, возможно, я могла бы там что-то снимать. Но я решила, что для упрощения процесса всего моего съемочного я снимаю только на камеру. И потом при монтаже все, что на камере, это все для канала. То есть для личных целей я один раз только, по-моему, или два использовала, снимала какие-то церевнования Даш и детские праздники. И все. А так это все вот работает на мой канал. Это очень удобно для меня, потому что я перекинула видео. Я знаю, что это все для канала. Все удобно и хорошо. Поэтому телефоны у меня для каких-то переписок, для прямых эфиров только. И все. Остальное все. Вот камера прекрасно хранит, прекрасно снимает. И, как я и говорила, мне очень нравится, как снимает этот Canon. В темноте видит лучше, чем человек. Это очень и очень хорошо. И про свет хотел еще сказать. Что свет, конечно же, очень важен. Качество картинки напрямую от освещения зависит. И я убедилась в этом, когда сняла первые уроки в студии. Здесь в студии у меня шесть окон, белые стены, свет отражается отовсюду. И поэтому очень классная, светлая, гармоничная картинка получается. Я сейчас практически не снимаю дома. И то, если я снимаю дом, я сажусь возле окна. Ну, либо свою рабочую гардеробную, где от монитора прекрасный свет тоже падает. Но вот здесь идеальная просто картинка. И записывая первый урок, ну, я его записала, да. Но когда я потом на компьютере его открыла, я поняла, что вот это уровень. Вот это то, что мне надо было. Даже когда ты расставляешь эти кольцевые лампы с одной, с другой, с третьей стороны, чтобы максимально тени заглушить, чтобы тоже наполнить их светом, все равно не получится такой мягкой картинки с рассеянным светом, которая у меня теперь вот есть в уроках, либо в процессах рисования. И я, конечно, этому безумно рада, потому что для меня картинка вот сразу вышла на другой уровень. Поэтому, если у вас нет возможности снимать, вам не нравится освещение, дизайн, то можно снимать в какой-нибудь студии. Это, кстати, будет максимально продуктивно. Вы там заплатите, я не знаю, 2000 рублей за помещение, но отснимите сразу все, что вам нужно. У вас будет прекрасный свет, прекрасный вообще какой-нибудь там интерьер, не интерьер. Все, что вам нужно, можете для себя подобрать. И ради эксперимента просто рекомендую так попробовать сделать, если кто-то все жалуется на технику. Может быть, вам просто нужно освещение классное для того, чтобы ваша картинка засияла, заиграла новыми красками. И, как я и говорила, у меня все снимается на камеру, все процессы, все стараюсь фиксировать, все такое творческое, не особо творческое, если просто хочу наболтать, все сюда отправляю. И у меня, соответственно, в кронологическом порядке все в камере. Я прихожу домой и скидываю видео на жесткий диск внешне, потому что это занимает прилично, сами понимаете. И вот все у меня там разложено, и я потом начинаю монтировать. Изначально я первое, что делаю, обычно монтирую уроки, потому что они мне всегда нужны, я всегда такая, а, я не записала уроки, надо их смонтировать. И я просто их вытаскиваю, визуально вижу, вот мои уроки, надо их смонтировать. И арт-влоги тоже идут в кронологическом порядке, какие-то видосы, говорящие голова тоже, я все это помню. И обычно я делаю все очень быстро, потому что мне так удобнее. Если как раз у меня долго копятся видосы, я начинаю паниковать, беситься, потому что вот огромная куча, простите, этого всего. Я понимаю, что надо на это тратить больше времени, вдумываться, смотреть, где какие видео, где что было. И поэтому я максимально быстро все стараюсь делать. То есть я записала сегодня видос, и, скорее всего, в этот же день я его и смонтирую, чтобы вытащить сразу, чтобы удалить ненужное то, что уже сделано. Кстати, видосы, которые я записываю, я не храню их. Я раньше хранила, скачивала их все на тоже внешний жесткий диск, а потом жесткий диск сломался у меня, и я такая поняла, что пусть будет в интернете. Ну, плевать, ну, потеряется и потеряется. Я в целом очень спокойно отпускаю. Конечно, я могу переживать, но я за свою всю практику поняла, что когда я что-то делаю, какую-то там презентацию, еще это и в работе было на радио, что-то вот делаю, и это все не сохраняется, слетает, значит, так надо, потому что потом я записываю все, и еще круче. Создаю новую презентацию, и она еще круче, быстрее, и прям все супер. Поэтому бывают тоже моменты, когда у меня заглючил фотик, какой-то битый файл, я тоже не переживаю, я понимаю, что, ну, значит, перезапишем. Значит, этому видео не суждено было попасть на мой канал. И вот, возвращаясь к аккумуляторам, сейчас садилась батареечка, и я поменяла ее. Так, что дальше? Когда я сажусь монтировать, я сажусь монтировать, и что я использую? Я такая, знаете, по классике, по старинке, и юзаю Adobe Premiere. Я понимаю, что есть много программ, тут надо смотреть, опять же, и пробовать. Попросить у друзей совета. Ну, я иду по классике, и знаю, что Adobe Premiere очень много кто использует. Я решила сунуться туда. Даже комментарии, что другие программы легче, такое может быть, и для влогов их хватает. Но, по идее, везде одно и то же. У вас есть таймлайн, на который вы размещаете видеофайлы, звуковые дорожки, которые вам нужны. И все это, все, опять же, одинаково. Я решила, раз у меня Photoshop, я его оплачиваю, куплю еще и Premiere, и там по скидочке и все дела. Короче, вот я его использовала. Сейчас, кстати, с оплатами, с Adobe Premiere не так хорошо, точнее, вообще никак не работает. И я говорила, что теперь нелегально их использую, потому что, ну, нет у меня возможности оплатить, а использовать надо. Вот, так что, welcome to the, это куда, куда, welcome. В общем, Adobe Premiere довольно-таки, мне кажется, замороченная программа. Там может быть много разных опций, но я их не использую. Для меня самое важное видео, это, во-первых, снимать так, чтобы не надо было сильно заморачиваться. И реально, если какой-то кусочек мне нравится, я стараюсь сразу это видео удалять. То есть я сегодня записывала, не знаю, мне кажется, 10 дублей одного процесса. И я просто все это удаляла, удаляла, удаляла. Поэтому я немножко распсиховалась сегодня. И для многих и фотографов тоже есть такое правило, что лучше сразу снять, чтобы было минимум, что делать потом за компьютером. Если вы понимаете, а, на компьютере потом вытащу, нет, не надо так. Лучше снимайте сразу, чтобы было красиво, хорошо и все нормально сказано. Как я училась монтировать? YouTube в помощь открыла программу. И сначала это было вообще, конечно, адски. Ты открываешь и такой, где чего тыкнуть? В целом я понимаю, как происходит монтаж, потому что еще в школе я в мувмейкере на компьютере делала всякие клипы, нарезала из киношек. Это было потрясающе. Мы с другом прямо вот фанатели, работали такими не режиссерами, а кем... Наверное, режиссерами склеивали разные такие истории из разных киношек. И было очень классно. То есть у меня представление о том, как резать кадр, нажать просто на него и все, и музычку наложить, это было. Но все равно, когда ты открываешь любую новую программу, это любая новая программа. Поэтому чуть-чуть въехать, уделить этому внимания нужно. И множество уроков есть в интернете, на том же самом YouTube, которые будут вам в помощь. И я помню, что гуглила два момента. Это первый, как перевернуть видео, потому что когда я рисую процесс рисования, у меня камера, получается, стоит вниз головой, не так, как надо. Вот загуглила и сделала все. Потом, причем, сама поняла, что есть способ намного проще. И второе, я гуглила, как схлопнуть все видео, когда у них там пробелы между ними. Не нашла этого решения. Но правый кнопчик потом случайно кликнул и увидела, что типа удалить пробел, типа удалить со сдвигом. Я такая, понятно, все намного проще. Короче, методом проб и ошибок, только делая, вы поймете любую программу, конечно же, прибегать. Не возбраняется к разным обучающим роликам. Это очень-очень хорошо. Но опять же, только когда вы делаете, вы сможете что-то вообще понять и постичь это. И я рекомендую прям сразу начинать делать что-то конкретное. Потому что когда вы открываете какой-то файл и думаете, вот я сейчас буду по уроку делать, это вам не даст такой эффект. Вот сняли какой-то процесс рисования, все, у вас есть задача смонтировать его, наложить звук и ускорить. И все, и делайте это, и процессы сразу пойдут. И даже здесь тоже экономия времени будет, потому что вам не надо прослушивать много всяких нюансов, которые вы, возможно, и так знали. А тут вы конкретно гуглите, как ускорить видео. И вам там, опа, правая кнопка, кликаете, продолжительность, скорость, все, открываете меню, делайте, как вам надо. А тут бы еще вступительный урок, рабочая область, что в ней как есть. Ну, опять же, это мой подход, возможно, вам комфортнее вот так вот погружаться, надо все изучить. Мне нет, мне вот то, что мне нужно, я узнаю. И потом, по мере, так сказать, задач поступающих, я узнаю новую информацию, ищу ее. Потому что зачем мне загружать свой мозг 10 разными там опциями Adobe Premiere, если они, по сути, мне не нужны. Как я и говорила, я всегда за упрощение. И в монтаже я тоже за упрощение. Если вы обратили внимание, у меня нет никаких заморочек. И, опять же, максимально все просто. То есть я как снимаю, так и закидываю. Но, опять же, в процессе есть нюансы. И вот мне делают комплименты по поводу картинки. Я использую цветокоррекцию. И в целом я за какую-то спокойную цветокоррекцию, потому что какие-то истории с вырви глаз, они сейчас не особо актуальны. И, опять же, из-за того, что есть гармоничный фон, все тихо, мирно, спокойно, тоже картинка выглядит. То есть я вот смотрю на оригинал, и мне очень нравится по цвету. И хорошо, что я не особо прыщала, еще тоже с лицом проблем особых нет. Но коррекцию я все равно делаю, потому что камера есть камера, и мне хочется смягчить картинку. Я всегда довожу картинку до того, как я ее вижу, как я воспринимаю мир, то, что я фиксировала. И поэтому я создаю там себе корректирующий слой. Например, у меня есть файл ArtVlog, и я все туда файлы рабочие потом закидываю, и он у меня вот один. Я только там монтирую ArtVlog. И по цветокоррекции я немножко убираю контрастность, чтобы, опять же, картинка была помягче. Хотя понимаю, что в каких-то видео я могу, наоборот, добавить ее. Я немножко убираю насыщенность и резкость еще тоже чуть-чуть добавляю, потому что, ну, поинтереснее. Но прям чуть-чуть, потому что камера и так с этим справляется. Возможно, делаю там... А, у меня кривыми, да, я кривыми делаю чуть-чуть потеплее, но тоже могу смотреть в зависимости от того, где было снято. Из-за того, что я в основном снимаю в студии, у меня вот обычные мои уже все настройки. Но если я там уезжаю на природу, какой-то детский праздник, я понимаю, что это другое настроение. Я до сих пор помню, как я детский праздник монтировала. Там вот эти розовые все голубые, прекрасные цвета. И надо было сделать картинку одновременно и мягко-нежной, но в то же время сохранить сочные краски. И, ну, в целом это получилось. Все-таки большой опыт, работая с цветом и с фотошопом, дает о себе знать. Потому что в целом цветокоррекция такими же инструментами и проводится. И, как я и сказала, я не использую каких-то заморочек. Максимум добавляю текст. Стандартные переходы между слайдами меня устраивают. Иногда могу плавненько эти добавить, но это тоже делается вот правой кнопкой мыши. Поэтому все. Мой монтаж просто элементарен до нельзя, мне кажется. Обложечки. Обложечки на видео я стараюсь сделать в единой стилистике, чтобы это и в ленте выглядело тоже хорошо на канале. Хотя сама начинаю судить по себе, как бы я хотела, чтобы выглядели картинки. Сначала я заморачивалась, такая, блин, нужно что-то более кликбейтное. Да-да-да, не буду это вырезать, даже кликбейтное. Но понимаю, что нет, это не моя стилистика, и мне не нужен народ, которому нужны такие заголовки. И да, хоть это работает, хоть я могу привлечь определенную аудиторию, но я все равно не хочу это делать, потому что мне не нравится, как это выглядит. Мне, кстати, регулярно пишут всякие начинающие обложка-мейкеры, давайте назовем их так. Может быть, какие-то курсы где-то есть, потому что они все делают как под копирку. Вот, наверное, где-то учат людей заработок там 60 тысяч рублей в месяц на обложках для Ютуба, и присылают все просто одно и то же. Давайте я вам сделаю обложки. Я говорю, ну спасибо, я как бы делаю сама. А некоторые даже включают агрессивный маркетинг. Типа, что вы там даже не посмотрели, что я делаю? Нет, вы мне прислали, я посмотрела, у меня совершенно другая стилистика. Меня это, кстати, очень раздражает, когда человек, даже не видя, что именно и как я делаю, предлагает мне то, что делает он. Вот, ну ладно, как бы, я понимаю, есть массовая рассылка, и иногда приходится в ней участвовать. Короче, на обложечке я обращаю особое внимание и стараюсь, как и говорила, чтобы все целостно и хорошо выглядело. Где беру музыку? Музыку я беру из фонотеки Ютуба. Я тоже не заморачиваюсь, хотя понимаю, что лучше это сделать, ибо начинает уже бесить одна и та же музыка, но в то же время она мне так нравится. Просто есть такие композиции, которые прям, особенно для... Пло сегодня с дикцией. Особенно для процессов видео, это прям вот красота. Есть сайты, на которых можно взять музыку и использовать ее и для коммерческих роликов, и чтобы там реклама прокручивалась. Но я, опять же, не залезаю. Как-то я хотела поинтересоваться, где брать. Нашла какие-то сайты, еще и не поняла. Там с лицензиями еще и поняла, что нет, я не хочу тратить на это время, поэтому буду лучше периодически фонотеку Ютуба шерстить, и где-то раз в месяц я туда залезу, что-нибудь послушаю, найду, скачаю, и потом дальше использую это в своих видео. И о чем еще хотелось поговорить? Про стиль, то, что вот написали, все такое, такое все. Я думаю, что это в целом из-за того, что я очень гармонично во всем, что делаю. Да, у меня свои требования есть к картинке. То есть у меня везде обработка изображения, она минимальна. И, как я и сказала, убираю контрастность, чуть-чуть насыщенность, и то тоже не везде. И в этом вся я, потому что я делаю то, что нравится мне. Я хочу, чтобы это выглядело все, опять же, целостно и гармонично. И понятно, что все это может трансформироваться, потому что мы меняемся, наши вкусы меняются, одни тенденции меняются другими. И я спокойно отношусь к тому, что я начну делать другие какие-то обложки. И у меня причем было такое, если полистать мои видео, посмотреть, то там обложки какие-то различаются. Ну вот сейчас у меня такое. Что будет дальше, не знаю. Мне очень нравится вообще история с Ютубом тем, что здесь как раз такой живой организм, который меняется сам по себе, который вот живет своей жизнью. И ты еще к этому, конечно же, причастен. И я позволяю развиваться и себе, и своему каналу. То есть я очень боюсь всегда быть заложником какого-то одного стиля. И несмотря на то, что я себя отпустила, да, позволила себе экспериментировать, но по итогу я получила целостную картинку, как вы пишете. По-моему, это потрясающе. И опять же, все ответы на все вопросы, они внутри нас. И, как я всегда говорю, главное начинать делать и создать единую такую целостную гармоничную картинку. Можно абсолютно разными способами. Но для начала, наверное, нужно найти какую-то целостность, какое-то уединение в себе. И тогда точно все получится, даже без лишних заморочек. Я считаю, это тоже у меня одна из моих заслуг, что я смогла вот к чему-то такому прийти. Потому что просто делаю как есть, делаю так, как хочет моя душа, как она просит. И в итоге что имеем, то и имеем. Но скажу, забегая вперед, я очень хочу развивать канал дальше. Я хочу, чтобы у меня была больше аудитория. И я понимаю, что мне нужно для этого делать. И если раньше мне не очень хотелось заморачиваться, я же только что говорила, люблю, когда все просто. Да, я люблю, когда все просто. Но я также люблю достигать определенных результатов и двигаться вперед. И я понимаю, что сейчас для того, чтобы двигаться вперед, мне нужно делать определенные шаги для продвижения, усложнять какие-то процессы. Потому что это именно приведет меня к той точке, к которой я стремлюсь. Так что я такие усложнения уже воспринимаю нормально, потому что этот вклад, так сказать, будет оправдан. Я знаю, зачем я это делаю. А если я могу что-то, опять же, не усложнять, я не буду это усложнять. Поэтому ответ у меня, мне кажется, на все такой универсальный. Ну и на этом, наверное, все. Я рассказала, как и что у меня устроено. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Но, как я и говорила, у меня все очень просто, очень быстро или не очень быстро. Хотя я вот хотела, помню, чтобы во влогах там и музычка была, не только Катя, говорящая голова, но и какие-то вот такие фрагменты интересные. Потому что они отражают и мое настроение, и вот мне хочется как-то разбавить. И, опять же, я шла на этот шаг усложнения, потому что я осознавала, что хочу немножко другую картинку. Но, опять же, это все идет уже от внутренних каких-то запросов. Можно идти по пути какого-то... Не то, что копирование, а вдохновение каким-то шаблоном, вот вам нравится, как как-то человек снимает и пробовать делать точно так же. Тут главное начать. Если это вас мотивирует, если это дает вам уверенность и сил, то это очень круто. Тут, опять же, ключевой момент в том, чтобы делать. Только в процессе, когда мы делаем что-то... Мне кажется, эта фраза уже просто татуировку сделать мне на лбу, чтобы ее не повторять. Только когда мы что-то делаем, мы понимаем, как нам комфортнее, отражает ли это то, что мы делаем, и куда нам двигаться дальше. И вот у меня это всегда работает. Я придерживаюсь такой позиции. Мне надо делать, чтобы сделать, и это всегда работает. Да. В комментариях, опять же, жду вопросы. Если еще что-то осталось, мне кажется, я обо всем рассказала. Может быть, немного сумбурно, потому что вообще я начинала видео с того, что для меня это такие простые вещи. Но тоже везде есть нюансы, у каждого все процессы по-разному, и не надо мерить людей по себе. Если ты думаешь, что ты знаешь то, что знают все, вполне вероятно, что это не так. И я начинаю, кстати, все лучше и лучше это осознавать, и поэтому спокойно делюсь какими-то и простыми вещами, потому что понимаю, что у всех все по-разному. И узнавать чужой опыт, делиться своим опытом, это очень и очень полезно, потому что мы можем вдохновиться, найти какие-то классные идеи, какие-то решения, которые упростят процессы определенные и сделают нашу жизнь лучше, и освободят время для того, чтобы создавать что-то новое и идти куда-то вперед. Вот. На этом все. Все, спасибо большое, что посмотрели, и пойду дальше снимать уроки. Я записала только один урок, и этого мало, и я недовольна этим уроком. Да. Короче, все, пока.